Я хочу отметить следующую вещь, не отвлекаясь на детали, технические и прочие вопросы, что докладчик проявил структурный подход в каком смысле? Были заявлены названия, тематика, гипотезы, доказывающие тезисы и методологическая база. Вот к такому формату выступления я призываю всех остальных, с какими возможностями, потенциальных участников. Как точных, так и заочных. Одну секундочку, на правах лаборатора, позвольте я задам пару вопросов, которые важны для консольства, а потом перейдем в формат на уточнение, а не на споры. Нет, у меня вопроса не внимательно. Скажите, пожалуйста, у вас создана, я не знаю, матрица угроз, модель угроз, она каким-то образом в прототипе, в теории, мне ощущение, что у вас готовы какие-то каком-то решения по анализу всего спектра угроз. Готовы ли, как они готовы? Значит, досье у меня по угрозам, которые я веду 20 лет. Досье номера здания, так называемая. Вот. И у меня вот этот комплекс, который отвечает на вопрос, что делать и как управлять угрозами. Это вот национальный обслуживательный контроль риск, который нам не дали значительно доделать и ликвидировали наш институт. Когда вы выстраиваете модель угроз, вы выстраиваете против нее требования, которые нужно выполнять, чтобы угасить эти угрозы. Вот мы сразу перечли на требования. Там из-за отсутствия финансирования по модели угроз, модель угроз сразу не заинтересовала Центробанк, они говорили сразу работайте с нами по системе требований. Действительно, это было бы довольно плодотворно, поскольку модель угроза выстраивалась по факту того, что мы анализировали, если система требований не закрывает какие-то угрозы, мы сразу просто смотрели по минусу. Мы смотрели минусовку. Значит, если какие-то угрозы не закрывает, значит, модель защиты, которую мы выстраивали, она не полна и ее надо дорабатывать. Модель угроза есть или нет? Вот. Поэтому такой, как вы хотите, вот структуры нет. Но, скажем так, подпосуду к этой созданию теории существует. Правильно? Какие подходы? Нет, конечно, конечно. То есть, и даже инструментарий, мы разрабатываем инструментарий. Единственное, что Центробанк прекратил его финансирование, мы его прекратили разрабатывать. Хорошо, а такой вопрос. Я вот не очень понял. Вы нашли уязвимости в спектре угроз от римского клуба? Вы просто со мной не соглашались, что там, так сказать, опубликовано? Если, предположим, скрытка и угрозы, либо есть угрозы, предположим, переоцененные, либо, наоборот, недооцененные? Нет, недооценены все угрозы, связанные с... тем, что человечество существует не в стабильной следе. Вот они это полностью прогномеряют. Что существуют геофизические угрозы, вообще ни слова о них. Существуют космические угрозы, ни слова о них. В этих... У них полностью... Планета эта стабильная, это то, что будет существовать всегда, что всегда существовало, и только люди могут его уничтожить. Вот все, что он говорил в римский клуб. Во всем виноваты только люди, а не те средства, которые могут нас уничтожить всех. Хорошо, прошу. Вопросы из зала. Пожалуйста. Извините, я не пойму. Вы все время говорите об угрозах человечеству, но я не очень понимаю, что такое человечество, если не понять, что такое человек. И в этом смысле я хочу выяснить, а почему вы не рассматриваете угрозу самоуничтожения? Ну, грубо говоря, когда глобальные интересы, представленные разными группами людей, государств, да, во главе там с тем-то или с тем-то президентом, да, решают уничтожить друг друга. Или просто из-за ошибки это делают? Нет, мы совершенно не правы. Что значит, я не рассматриваю? Это одна из основных угроз, которые рассматриваются, бесспорно. Нет, безусловно. И более того, к сожалению, у меня не было возможности изложить вам 20 теорий по парированию вот этих угроз, о которых вы говорите. Вот они в частности там рассматриваются, как парировать угроз самоуничтожения. Это одна из важнейших проблем. Так это проблема как раз именно в устройстве работы мозга человека. Так, пожалуйста. Да, и это вот проблема идеологической безопасности и отдельная теория, как защитить человеческий мозг от разрушительных идеологий. Можно я просто еще раз повторю свою просьбу? Понятно. Вопросы задавать сугубо по докладу, а не продвигая свои, сказать, внутренние, субъективные. Будет время выложить все ваши наработки. Пожалуйста, вопрос. У меня два вопроса. Один мой, другой не мой. Вопрос мой. Существует ли, продолжает ли существовать и взаимодействовать ли вы с комиссией по рискам Академии наук России? Это первый вопрос. И второй вопрос. Зачем нужен мир, если в нем не будет России? Россия не может существовать, где мира. Мы часть цивилизации человеческой. И если мы будем пренебрегать остальным миром, мы и себя погубим, и мир погубим. А если нас мир будет пренебрегать нами? А вот это мы должны постараться, чтобы такого не было. Почему мир не должен постараться, чтобы такого не было? Так, коллеги, пожалуйста, по поднятой руке вопросы. Иван Иванович, по поднятой руке. Пожалуйста. Сейчас, вот я хочу попросить, чтобы камеру опустить, а то она мешает просто снимать. Лектор? Да. Второе, там, когда, если переставлять лектора следующего будут, то там, сейчас я вопрос задам, там темно будет, просто не видно будет. А вопрос, там социализм, коммунизм и капитализм. А вот где границы? То есть, каких именно людей в коммунизме держать, каких в социализме, а для каких капитализм будет? Нет, на самом деле, движущим механизмом цивилизации является, как мы поняли сейчас, значит, общество, в которых максимально реализованы указовые принципы. Вот я их перечислил. Давайте на трех первых остановлюсь только. Справедливые компенсации. Где сейчас лучше это обеспечивается? Где лучше работают профсоюзы? Где лучше это балансируется? Вот эти вот вопросы. И где лучше развиты системы компенсации вообще для существования человека в цивилизации? То есть, социальной поддержки есть при отсутствии других, значит, вложений в общество и, соответственно, компенсации. Вот. Вот об этом должно быть. Вообще говоря, вот эта формационная модель старая, значит, марсистская, она сама по себе не очень хороша. Вот. Я просто к ней свел, чтобы показать, что на самом деле вот и с ней можно работать и разъяснять эффективность вот тех принципов, о которых я говорю. Есть важнейшие вот базовые принципы. Человек не может работать просто так, все время без дела. Хотя есть, конечно, попытки там на энтузиазме кого-то. Но это просто выжимание. Вот. И судьба Николая Суровского, как закалял Астамин, который написал книгу, как выжимают вещей, которые живут только на энтузиазме. Ну и что, выжили и выбросили. Это же неправильно. Справедливая компенсация. Вот. Важнейшие принципы, которые позволяют человеку сделать так вот, все из него выкрутить и выбросить. А дать ему прошить большую правоохранную жизнь. Коллеги, одну секундочку, я тоже не сделал возможную ошибку. Я вас прошу, не сводить, особенно вас лично я вас прошу, уважаемая женщина, вы задаете вопросы, вы не сводите по весу дня устойчивого развития, масштабных проблем, к вашим повседневным субъективным представлением о мире. Пожалуйста, я вас прошу не опускать уровень дискуссии на это вот кримитивное воззрение. Давайте раскулачивать бизнес, так сказать, к глобалистам. Итак, попробуйте побыть социальным конструктором. Поговорите о будущем на глобальной повестке дня. На уровне профессиональных моделей мы к этому доберемся. И будем обсуждать судьбу Дерипаски. Пожалуйста, вопрос. По делу, по сути. По делу. Вы рассматривали угрозы в приоритетном порядке? Что имеется в виду? По значимости. Ну, допустим, одну угрозу мы выделяем, ее устраняем, и все остальные не выделяем. Нет, вот решения возможны. Такие, которые закрывают, сразу масштабы. Да, да, да. Вот одно решение сделали, и закрыли все остальные. Да, такие мощные решения, которые бы все, конечно, закрыли, таких нет. Вообще, когда закрыть все невозможно, можно понизить шансы того, что мы пострадаем. Повысить, наоборот, шансы, что мы не пострадаем, не станем жертвой. Понимаете? Вот, и такие меры возможны, да. И вот для человеческой цивилизации это космическая экспансия и внедрение критеральных основ конкурентоспособности и могущества. Во все инфраструктуры, все решения, все политические лозунги, всех партий проверяются на вот этот единый критерий. Как это сказывается на конкурентоспособность нации, у меня там георгия конкурентоспособности наций, и конкурентоспособность человечества. Потому что правильный критерий для нации, нация это часть человечества. Ослабляем нацию, подживаем все человечество. Вот. И вот с этой стороны должна оцениваться все. Лозунги, партии, любые действия, любая деятельность. В общем, вот это вот мера номер один. Позвольте вас, значит, подвести итог этого ответа. Уходя в космос, мы сам решаем все свои проблемы. Это интересное решение. При всем при этом я... При все, а массу проблем. Геологические угрозы мы снижаем и космические угрозы мы снижаем. На самом деле вопрос, который задан, но на удивление крайне, так сказать, актуален. Потому что, выстраивая, скажем так, систему приоритизации угроз, мы можем, решая одну из них, ключевой, например, снимать несколько последующих. Поэтому вопрос крайне интересный. Есть такое решение. Прекрасно. А одну секундочку. Спасибо, что есть. Мы об этом обсудим. Сугубо в рамках услышанного доклада для понимания. А вот выводы какие? Что правильно? Куда идти? На Россию, в мир. Что делать? Кто правильный? Китайский, социальный, да, что? Я запутался. Значит, правильный шесть базовых принципов. Эффективной человеческой деятельности в любых сообществах. В любых. Начиная от рабочих трекимов и кончая нациями, человечеством. Вот эти шесть принципов, они были представлены. Вот насколько вы их соблюдаете, вот насколько вы эффективны. Я согласен. А вот какую модель принят, чтобы совместить в этих всех шесть принципов? Ну, да. Вот шестой принцип, это да, действительно. Американский, американский, вот что, вот это. Да, да. Вот шестой принцип, это восприятие, вообще культивирование лучших практик, лучших моделей, да. Нахождение. Лучшие модели нужно постоянно искать, находить и ими пользоваться. И воспринимать, если будет возможность. Вот. То есть, вот это вот важнейший принцип, да, поиска, выработки лучших моделей и так далее. Вот, что касается государственного управления, сейчас лучший образец, это welfare state, так называемый. Государство всеобщего благодетствия. Вот. Мы знаем, какие государства, они есть. Это Швеция, это Норвегия, это Швейцария, это Германия, это Великобритания. Вот. Это государства, которые официально, да, welfare state. Вот. Поэтому туда мигранты и стремятся. Потому что там никто не умирает. Там все поддерживаются. Там полная социальная поддержка. Там полностью работает и коммунистический принцип, и социалистический, и капиталистический. И все работает. А позвольте маленькое уточнение в пику этого вопроса. Я понимаю, что вы не экономист, а тем не менее, ожидаете ли вы не просто симбиоз с конвергенцией, с существующей формацией, а выход на новый информационный подход, качественно, так сказать, новый по своим принципам? Вы можете допустить такую, так сказать, идею, что будет формирована новая некая формация, социально-экономическая, которая будет реализовать новые принципы жизнедеятельности? Нет, я просто считаю, что информационный подход вообще нужно забыть. Хорошо, все. Вы здоровье в другом обе, приезжайте по ту. Да, да. Пожалуйста, на вопрос. Вы знаете, я хочу вам помочь решению вашей проблемой, потому что я могу вас вывести на человека, который обладает способностями ясновидения. Так, так. Кубуар, все, просто на это. Пожалуйста, на вопрос. Космический безоглас. Девочки, вы либо вы выгодите, либо вы не собираете. Делайте решение. Это ваш кубуарный вопрос, пожалуйста. У меня, значит, два таких вопроса. Отвергая парадигму формационную, можете ли вы предложить какую-то другую парадигму или еще нет? Это первый вопрос. И второй в развитии вот этого вопроса. Можете ли вы, или не сводите ли вы, вот даже шесть этих требований к наиболее важным, то есть иерархия, один, два главных требования, угроз. Можете ли вы назвать, ну, с точки зрения науки, системного подхода, вот, назвать одну-две главные угрозы, которую потом детализировать? Вот главное, можете назвать одну-две главные угрозы, и это я почему спрашиваю? Потому что вы вроде отрицаете то, что этот римский клуб говорит, внутривидновое уничтожение, вы его как бы отрицаете? Или я неправильно вас понял, или она не является для вас важной, а важнее какая-то другая угроза? Что лучше, веревка или мыло? Ну, примерно, так вот, вы можете вот иерархию эти все-таки управлять? Значение и вероятность, фактически. А если можно ли выделить главные, самые главные угрозы? Главные угрозы – это главная наша уязвимость. А главная наша уязвимость – это непонимание того, что мы существуем в космическом стабильном свете. То есть непонимание нашей главной угрозы? Да, прекрасно. Это главная наша уязвимость. Нет, но вот как раз вопрос, это информационную парадигму на понимание, вы можете предложить? Я предложил, да, вот я предложил теорию, 24 теории, которые… Нет, 24 – это много, парадигма она содержит для три позиции. Вот ваш вот космизм, вот какая-то есть какая-то… А, у вас же есть парадигма, у вас есть самосознание и самоконтроль. Так, одну секунду, коллеги. Товарищ Пунктус, значит, вопрос про альтернативы формационной парадигмы. У вас есть альтернатива формационного подхода? Ну да, либо нет. Если есть, то какой? Значит, просто. Значит, что касается формационного подхода… Альтернатива у вас есть, либо нет? Значит, шкала Фернсен и Велферстен. Какой-то не отстранный переходит, значит нет. А, я понял. Имеется в виду следующее, что предлагается работать на существующих… Существующих, извиняюсьrien слово, кейсов, то есть примеров. Есть критически неудачные страны современности? Есть критически неудачные страны? Предлагается взять критически удачные страны? Я скажу следующее, что, например, есть подходы другого уровня, да? Других моделям. Можно построить будущее не современное, а оптимальное, а опережающее на уровень вперед, да? Но это не дедуктивный подход. Я как раз про дедуктивность. Давайте мы об этом поговорим. Будешь граждаться на татологиях отдельно. Пожалуйста, вопрос ваш есть. Скажите, пожалуйста, имеется ли сегодня в мире, по вашим данным, единая система и орган управления противостоянием угроз? Если этого нет, то какие шаги по движению в этом направлении вы знаете и едете? Нет, мы просто можем констатировать, что люди, которые сейчас управляют в мире, в частности у нас в стране, они прекрасно понимают большинство угроз и все делают для того, чтобы их снизить. В отличие от оппозиции, которая, к сожалению, как правило, во многих очень вопросах... Нет, вот к сожалению, к сожалению, есть огромный недостаток в нашей системе. Это отсутствие свободы оппонирования разрушительным идеям. У нас мощнейшая инфраструктура распространения разрушительных идей. Мощнейшая. И ни одного элемента оппонирования разрушительным идеям вообще нет. Есть грубая пропаганда и никакого оппонирования Эко Москвы, Новой Газеты. Но это следствие. Все-таки вот единый орган цивилизационного противостояния имеет место? Или какое-то движение в этом направлении? То, что если нет головы, которая будет противостоять вот этим всем угрозам, это все движение, вот это все будет хаотично происходить. Если вопрос, есть ли служба безопасности мира? Есть ли вы, нет? Хороший вопрос. Нет, пока нет. Он есть, во определенных первые шаги делаются ей. Но и вот были предложения озвучены, что нужно сделать, чтобы она сразу такой системой. Да, прежде всего она должна бы наносить модель угроз и с ней работать. Позвольте ответить нашу вопрос. Вам оценку. Вам оценку. Римский клуб предложил предложение. Сергей, ты хороший вопрос знал. Он же самое по Римскому клубу. Очень хороший. На него есть ответы? Все совершенно. Получается, нет такой? Пока нет. Нет, нет. Но, хочу сказать, что еще нет. Есть определенные ниши системы глобального, например, контроля ядерных пусков, например, России и США. Россия и США. Благодаря контрольного пакета ядерного оружия на земле. У них есть система взаимного помещения. Система поднятия уровня, эскалации и угроз. Система мониторинга прямой связи между президентами. То есть в некоторых компонентах, в военной сфере, эта система существует. Кроме того, существуют системы, ну, худо-бедно, космического, так сказать, мониторинга астероидов. Вот нас пугает от Нибиро, от Гаусской, да, и прочих. То есть какие-то элементы есть. ВОЗ. Значит, элементы какие-то существуют. Ну, полноценные системы. Думаю, что пока мы не получим локальный ядерный апокалипсис, мы не образуемся. Пожалуйста, вопрос ваш. Терехин, Алексей Терехин, у меня вот такой вопрос. С какой стати Терехин должен платить свои деньги сегодня, чтобы завтра дети Белгейтса полетели на обитаемую планету? Нет, а что вас заставляет платить за это? У Белгейтса свои миллиарды. Есть вопрос, так, чтобы вот эти миллиарды он потратил на решение задать повышение безопасности цивилизации. Ну, вы меня удивили, переходя на личности. Это с маленькой буквой Белгейтс. Знаете, у Белгейтса не хватит денег, сколько бы у него не было, чтобы организовать такую экспедицию. Должны будут использоваться деньги человечества. И мои в том числе. Вот вопрос. Как вы меня будете убеждать? Коллеги, коллеги, я против... Хороший вопрос. Как убедить людей человечество тратить на... Я против унижения и вульбаризации дискуссии. Я понимаю, значит, желание... Пожалуйста, вопрос. Вопрос такой. Во всех глобальных конфессиях учения все начинается с того, что сперва авторы этого... Ну, любого проекта предлагают сперва картину мира. Реонов. Начинается с этого. Как главного фактора. И... Брошенцы. Как дети, как школьники, понимаете? Все они философами, все ведущие, даже ученые, великим признаются, что сперва картину мира предлагается, а на его основе уже все остальное. Вы признаете вот этот подход здесь? Абсолютно. Что принципом номер один является мировоззренческая картина мира, которая предлагается. А с этого уже все начинается. Или нет? Абсолютно, да. Вот тогда можно назвать первым пунктом номер один в безопасности картины мира, которым мы пользуемся. Вы сказали, непонимание угроза самая первая глобальная угроза. То есть номер один это и есть картина мира. Сути и сути. Коллеги, мы закончили с блоком вопросов? Нет. Надеюсь, что закончили. У вас еще есть докладчик, супердокладчик, поэтому... Пожалуйста. Основной вопрос. Я рада видеть представителя ИСА, тем более, что в создании, разработке всех этих моделей по глобальному управлению мира ИСАЯ, вот системный анализ. И вот такой вопрос. А вы вот лично осознаете вообще слабость именно системного подхода глобального моделирования, ну, через запятую, по отношению к социуму, что было и использовано как раз в Римском клубе и подобных организациях. Они именно глобальное моделирование использовали к динамике развития социума. И там вы знаете, если это прекрасно, кто там стоял уже в этих моделированиях, всякие там Озбекхан там, Александр Кинг, Шпион на шпионе, все представители. Пожалуйста, комплектный вопрос. Да. Вот вы осознали, что сам метод глобального моделирования, системный анализ неприемлемый.